Обсуждение запущено, в школьных чатах активно высказываются «за» и «против». У каждой школы появится единый тип одежды и логотип эмблема. Но неизменным остается одно – соответствие школьной формы деловому стилю. С 1 сентября рекомендую на Министерство образования в каждом учреждении ввести единый элемент, отличающий это учреждение от других, единый элемент школьной формы. Что это, как он будет выглядеть, что он будет в себя включать, определяет в Совет учреждения. В Совет учреждений, как известно, входят педагоги, родители, сами учащиеся в учреждении. Поэтому в этом коллективе будет решено, что же будет тем единым элементом, что будет отличать одну школу от другой. Окончательный ответ от школ, какой единый элемент – пиджак, жилетка, значок, эмблема, нашивка или что-то иное – определит внешний облик учеников, ждут до 1 августа. Решение будет приниматься коллегиально, администрацией учреждений образования, педагогами и родителями на Совете. Во-первых, мы с 2019 года живем с обязательным использованием одежды делового стиля в учебном процессе. И предприятия легкой промышленности предлагают различные варианты такой одежды. Дело в том, что со следующего года предполагается введение единой школьной формы в каждом из учреждений. То есть не единая форма школьная во всей стране, а школа сама для себя определяет ту школьную форму, которая будет внедряться в данном учреждении. И поэтому уже сегодня начинают работать активно предприятия легкой промышленности, которые предлагают свои варианты. И задача учреждения, задача совета школы – определить, что же это будет через год. Сегодня, с 1 сентября, только какие-то отдельные общие элементы. До нового учебного года осталось чуть более двух месяцев предприятия концерна «Беллекпром» готовы выполнить любой заказ. Пример каталога школьной формы можно посмотреть на нашем сайте. Не исключение и закрытое акционерное общество «Калинка». Ежегодно предприятие выпускает более 200 моделей школьной одежды. Ее задача – отвечать всем необходимым стандартам – быть удобной, стильной и модной. Наша задача, чтобы школьной одежды хватило, чтобы она была. Я думаю, что это будет такой опытный эксперимент. Посмотреть, наверное, где-то к ноябрю, мне кажется, ближе будет понятно, захотят ли школы иметь какой-то единый свой отличительный знак. Мы готовы к диалогу. Мы, в принципе, на протяжении многих лет уже рассматривали индивидуальные пошивы для школ, поэтому производителю здесь страшно не должно быть. То есть тут вопрос, чтобы были все довольны, чтобы действительно не было этого навязывания, такого определенного, какой-то модели. Во-первых, я хочу отметить, что эта одежда довольно-таки сложная в плане разработки, потому что дети совершенно разных размеров. То есть в одной и той же возрастной категории девочка и мальчик выглядят совершенно по-разному. Поэтому придумать и посадить по фигуре одну и ту же модель – это довольно-таки непросто. Поэтому я за свободный выбор, за хороший классический элегантный стиль в плане одежды делового стиля. Поэтому я думаю, что мы будем просто мониторить ситуацию и понимать, как нам быть в следующем году. По словам министра образования, около 20% школьников по всей стране носят единые элементы школьной формы. А в некоторых регионах эта цифра уже достигает 80%. Субтитры создавал DimaTorzok